Всем привет! Меня зовут Ева Ревтова, я приветствую вас на канале Аромакод. Сегодня у нас обзор французского нишевого бренда Maison Francis Kyrgyan. Я расскажу о концепции бренда, а также про 5 ароматов, которые смогут составить основу вашего базового парфюмерного гардероба. Они подходят на все случаи жизни, и самое важное, что они любимы не только в России, но и во всем мире. Они являются бестселлерами продаж, в том числе на официальном сайте бренда. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, если вы этого еще не сделали, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео, и мы начинаем обзор. Maison Francis Kyrgyan родился в 2009 году в результате встречи талантливого парфюмера с десятками известных композиций Францисса Кирgyan и Марка Чай, соучредителя и президента парфюмерного дома. Вся коллекция Maison Francis Kyrgyan сделана как парфюмерный гардероб, разработанный в соответствии с роскошью французской парфюмерии. Тем не менее, бренд отстаивает современные технологии, современные взгляды, ношение и создание парфюмерных композиций. Francis Kyrgyan признан одним из самых известных парфюмеров мира. По-моему, это потрясающая заслуга. И он говорит о том, что мои композиции все созданы для того, чтобы вы каждый день выбирали для себя аромат. Потому что мне нравится идея, что любой мужчина и любая женщина могут выразить часть себя через духи. В возрасте всего 24 года Francis Kyrgyan создал свой первый аромат Le Malle для Жанна Поля Готье, ставший мировым бестселлером. На минуточку, на мой взгляд, это очень круто. Всего 24 года. И вместо того, чтобы вдохновиться своей многообещающей карьерой, он решил дальше исследовать рынок, дальше изучать новые возможности. И до открытия своего бренда он успешно сотрудничал с различными известнейшими парфюмерными домами, такими как Christian Dior, Versace, Jean-Paul Gaultier, Gillette Heisegan, Aqua de Parma и другими. В 30 лет Francis Kyrgyan получил премию François Cati за свои жизненные достижения и стал кавалером литературы и искусства в 2008 году. Второй основатель парфюмерного дома это Марк Чая. В детстве он тоже тянулся очень к искусству, к литературе, к рисованию, но его родители, конечно же, как очень часто бывает, поощряли его экономическое образование и говорили, что нужно получить бизнес-образование. Он пошел этим путем и начал работать в глобальной консалтинговой фирме. Менее чем за 10 лет он добрался до партнерства. Это очень быстрый рост и был назначен лидером глобальных телекоммуникационных рынков в 32 года. Это достижение и, естественно, такой человек не мог пройти мимо другого таланта Франсиса Киркджана. И, конечно же, вот именно в это время Марк Чая познакомился с Франсисом Киркджаном и был поражен тем, что очень мало места и очень мало признания в мире парфюмерии даже для самых успешных и суперталантливых парфюмеров. Они стали близкими друзьями, начали общаться, и Марк Чая начал консультировать Франсиса Киркджана по стратегии, которая выведет его в центр парфюмерной сцены и парфюмерной славы. И в 2009 году оба они почувствовали, что настало время создавать свою собственную компанию, причем Марк Чая возглавил саму компанию. Он занимается маркетингом, продвижением, вообще стратегией, он является директором, а Франсиск Киркджан вносит творческую составляющую и является парфюмером компании. Я считаю его одним из знаковых парфюмеров современности. Нельзя обойти его стороной, я знакома с очень многими его композициями, и у них потрясающий почерк, действительно такой вот особый европейский стиль. Они все, практически все, да, помимо вот, например, Гранд Суар, я расскажу об этом, они все же европейские. И разлитые ароматы в лаконичные флаконы кубической формы, потому что по концепции марки они говорят о том, что аромат, он как бы находится внутри, и наружность, вот этот флакон, он не должен быть лучше, чем то, что находится внутри, и, да, не должен, там, ослеплять вас своим каким-то светом, что то, что находится внутри, гораздо ценнее, чем то, что снаружи. Существуют форматы 200 мл, 70 мл, вот как у меня в данном случае, 35 мл, это в два раза меньше, чем этот, и вот такие ручки 11 мл, это travel-версия, очень классно, потому что большой флакон нельзя трясти, и вообще лучше ничего с ним не делать, чтобы он стоял в темном каком-то, в темном помещении, либо в темном каком-то ящике. Есть еще вот такой набор, это Buccarat Rouge, и вот здесь три таких штучки по 11 мл, по-моему, очень классно для того, чтобы попробовать, в том числе кому-то подарить, в общем, они все продумали, естественно, как всегда. Сейчас коллекции марки вообще было выпущено за время существования, с 2009 года, более 45 ароматов, я расскажу сегодня про пять, они абсолютно разные, и они полюбились не только в России, они полюбились во всем мире, они указаны как знаковые, как бестселлеры, и они действительно могут составить основу вашего парфюмерного гардероба, потому что они, скажем так, и сочетаются между собой, и при этом каждый из них на такой особый случай. Buccarat Rouge 540, естественно, это самый известный аромат марки, он выпущен в 2015 году, и казалось, что Франциск Эргжан вообще ничего до этого не делал, хотя очень много интересных ароматов. Относится Buccarat Rouge к восточным цветочным ароматам, давайте рассмотрим подробнее. Конечно же, в первую очередь я могу сказать, что Buccarat Rouge это даже не парфюм, а это феномен современной парфюмерии, именно благодаря этому аромату Франциск Эргжан вообще вписал накрепко свое имя в историю парфюмерии, потому что это, мне кажется, самый обсуждаемый, мы уже рассказывали про него огромное количество раз, потому что он попадает во все рейтинги, в вишлисты, он является там одним из самых стойких, шлейповых, комплиментарных, в общем, все, что очень, это вот как раз о нем. Buccarat это очень знаменитый дом, хрусталя, например, у нас в ЦУМе представлена коллекция Buccarat, потрясающая, естественно, это все очень дорого, и как бы аромат посвящен этому, но самое важное не это, а то, что вообще Франциск Эргжан сделал с этим ароматом, его либо любят, либо ненавидят, вот нет какой-то золотой середины, и он выпущен в концентрации парфюмерной воды и в концентрации экстракта, то есть все ноты усилены. Вот я могу вам сказать честно, вот у меня в данном случае экстракт, я его обожаю, вот насколько для меня обычная Buccarat не экстракт, она медицинская на мой нос тоже, к сожалению, это так, настолько же экстракт потрясающий, вкусный, сладкий, древесный, невозможно оторваться, это мой любимый аромат, ничего не могу с этим сделать, и вот прям очень много раз было так, что реально люди буквально догоняли на улице, особенно мужчины, чтобы спросить, что это за аромат, или однажды меня догнали с вопросом, девушка, на вас Buccarat Rouge? Я говорю, ну да, это потрясающе, и все, и пошли дальше. Ну то есть это настолько забавно, но это правда самый заметный аромат, наверное, в истории, если можно так вот прям грубо выражаться. Жасмин, шафран, янтарная смола, дубовый мох, кедр, все вместе дает вот эту композицию. Франциско Ржан говорит о том, что здесь не более 15 ингредиентов, именно поэтому парфюм для многих звучит однозначно, вот однозначно медициной, например, естественно, ее дает шафран в сочетании с дубовым мхом, очень часто и шафран, и дубовый мох в сочетании с различными ингредиентами, например, шафран в сочетании с судом, вообще с древесными различными нотами, он очень часто дает медицинскую ноту. Это не на каждый нос, но это происходит, поэтому вот этот аромат, несмотря на то, что он самый известный, я бы не советовала брать без затеста. И если вам не нравится обычная бакара, попробуйте экстракт, обязательно попробуйте, уверена, что впечатление будет другое совсем. Как я уже сказала, супер стойкий аромат на одежде, неделями может держаться, особенно вот база вкусная, древесная, со смолой, и с какой-то вот будто карамелью на палочке, все это есть, и это будет держаться на коже, тоже более 10 часов на волосах, в том числе, очень долго держится. Очень шлейфовый, дальше двух метров шлейф, особенно если нанесение сильное, очень комплементарный, это факт, я уже рассказала. Он подойдет, ну, естественно, это не офисный аромат, но для выходов, для прогулок, в том числе прогулки днем, почему нет, я не, ни в коем случае не говорю о том, что это только вечерний аромат, то есть он вот как раз, иногда даже не требует ничего для себя, просто его надеть, и настроение сразу будет потрясающее. Аромат Аля Роз, выпущен он в 2014 году, представляете, за год до Бакары, я говорю, как будто вот Франциско Джан ничего не выпускал до этого, парфюм посвящен французской королеве Марии Антуанетти, ее любви к розам, кстати, он был выпущен эксклюзивно для японского рынка, сейчас, естественно, он продается везде, и недавно мы рассказывали о мужской новинке, вышла Аля Роз для мужчин, но в данном случае у меня женский аромат. Мне очень нравится этот аромат, вот я считаю, что вот он как раз сделан не для того, чтобы там будоражить или кого-то впечатлять, или там еще какое-то производить впечатление, это носибельный, классный аромат на каждый день, тонкий, стильный, ненавязчивый, вот куда угодно, если микро-нанесение, то это даже может быть офисный вариант, если вот чуть-чуть, потому что шлейф у него очень тонкий, он никого не задушит и никому не помешает. Верхние ноты, пергамот, мандарин, апельсин, то есть цитрусовые, сразу такой взрыв, какой-то сладости, классного настроения, но при этом я сразу же слышу зеленые ноты, здесь есть опять же кедр, вообще любимые древесные ноты, они в базе, я их тоже слышу сразу, и куда обойтись без розы, дамасская роза, роза с антифолия, фиалка, и вот я бы сказала, что эта роза, вообще отчаянно зеленая, то есть я слышу именно розу вместе со стеблем, то есть такое звучание расистой розы вместе с со срезанным стеблем, то есть такая молодая, роза еще не раскрывшаяся, которую только что срезали, со стеблем, то есть аромат зеленый, звенящий, очень красивый, у меня он ассоциируется с каким-то вот солнечным, очень приятным утром. Аромат получился очень нежным, не слишком стойким по сравнению с другими, 4-6 часов на коже. Для меня это плюс, я обожаю такие ароматы, которые к вечеру сходят на нет, потому что вечером ты хочешь, может быть, вообще ничем не пахнуть, или какой-то свой аромат принести, все-таки лечь с ним спать. Поэтому в этом его плюс, шлейф легкий, ненавязчивый, на каждый день, на все случаи жизни, вот этот аромат, который действительно может быть самым базовым. Франсиско Рукджан явно неравнодушен к стихии воды. В 2017 году Аква Селестия стала третьим по счету ароматом, посвященным этой стихии. Зеленый красивый фужер. Переводится название как небесная вода или божественная вода. Абсолютно прозрачный флакон, серебристые буквы. Мне очень нравится оформление. Я вообще люблю минимализм и все лаконичное. Вот не люблю яркие какие-то цветочки, розовые штучки. Не моя эта история, поэтому для меня Мазон Франсиско Рукджан это вот прям сказка. Зеленые ноты сразу же ощущаются. Как я сказала, вот действительно ощущение у меня на мой нос буквально первые наверное минут 10 цитрусовые ноты с Кока-Колой. Вот прям очень чувствуется лайм. И Франсиско Рукджан говорит о том, что лайм наравне с другими ингредиентами это важнейшая составляющая Кока-Колы. И что он тоже здесь пытался добиться этого эффекта. Здесь есть мята, причем Peppermint перечная мята. И он тоже говорит о том, что он хотел создать вот именно эффект свежей листвы и смятых зеленых листьев. Вот такой хрустящий эффект, немножко морозный. Я, честно говоря, может быть вот прям мороза не чувствую, но какой-то охлаждающий очень приятный эффект мятный действительно есть. В верхних нотах также есть черная смородина, ниролия, еще в состав входят роза и мимоза, белый мускус, естественно, в базе. Причем про черную смородину написано о том, что они собирают бордовые почки черной смородины и это создает фруктовый эффект, фруктовую ноту, что это очень дорогой натуральный ингредиент, который создает натуральный при этом же аромат. В ароматах направленности аква прослеживает, вообще во всех ароматах Франсиса Кирджана прослеживается определенный почерк, его легко узнаваемая база, но вот мне она безумно нравится, мне очень нравится, например, его композиции УД, их большое количество, то есть УД, УД он сделал в аромате экстракта, УД Сетин Муд, УД Силк Муд, УД Кэшмир Муд, то есть сделал несколько различных вариаций на тему УД, точно такая же история с водой на тему акватических ароматов и легко заметная база, такой почерк заметный, при этом я вот уже, возможно, повторюсь, что это очень стильный аромат, они по-своему современные, европейские, звучат иногда довольно строго, то есть они не какие-то супер громкие, возможно, особенно вот акватические, они как раз носибельные на каждый день, и если вот Аля Рос, он такой более женский, да, выпустили не зря для мужчин новинку, то вот Аква Селестия, Аква Универсалис Ворта, они все же унисекс ароматы, и вот я вижу этот аромат как на мужчине, так и на женщине, свежий, искрящийся, зеленая трава, какая-то, воздух после дождя, чуть вот свежий, насыщенный озоном, очень приятный вот аромат, опять же, я бы не сказала, что он супер шлейфовый, может быть, не дальше метра, при этом шлейф очень красивый, стильный, никого не задушит, аромат, опять же, при микронанесении можно носить в офис, на любые деловые встречи, вообще куда угодно, опять же, может рассматриваться как базовый. Аква Универсалис Ворта, еще один аромат на тему акватики, но выпущен он был одним из ранних, в 2011 году, и это стильный унисекс-аромат уникальный тем, что помогает сохранить ощущение свежести и чистоты на протяжении всего дня. В верхних нотах здесь бергамот и лимон, здесь есть также жасмин, роза, белые цветы, то есть это в том числе белоцветочный аромат, мускус, тот самый фирменный, киркджана. Но вот я слышу в верхних нотах и бергамот, и лимон, здесь цитрусы, старый достаточно яркий, интересный, но потом, минут через 20-30, он для меня превращается в аромат свежевыстиранного, накрахмаленного, хрустящего, чистейшего белья, которое еще, может быть, как-то было вот пропарено, знаете, как в гостинице пахнет белье, какие-то халаты накрахмаленные, вот что-то в этом роде. Для всех любителей Bayred Blanche, если вам нравится Zarka Parfume Muse, или White Suede от Toma Ford, то есть вам нравятся такие мускусные ароматы, белоцветочные, в том числе, с ароматом просто чистого тела, или чуть-чуть порошка, а вот для каждого свое что-то. Если вам нравятся эти ароматы, вот этот зайдет, он тоже может рассматриваться как базовый, но важно вот его не брать без затеста, потому что на всех он звучит по-разному. Естественно, как любое вообще парфюмерное творение, особенно нишевое, я бы советовала его разнашивать, потому что многим как раз, ну вот, например, не мне, но все же, он слышится, как мыло очень замыливается, многие говорят о том, что пахнет каким-то кремом, или вот очень сильные мыльные ноты. Я вот, опять же, говорю о порошке, но все-таки для меня он не замыливается, это просто хороший, качественный стиральный порошок. Сейчас это тренд, если вообще можно говорить о трендах парфюмерии, и многие ищут и выбирают такие ароматы. Grand Soir. Аромат выпущен в 2016 году, относится к группе Восточной, вот тот самый, казалось бы, на первый взгляд, не европейский аромат, причем они были выпущены в паре, это Пути Матан и Grand Soir. Один аромат относится к утру, к утреннему времени, другой, в данном случае Grand Soir, относится к вечеру. Здесь тоже несколько аккордов, это Labdanum, бензоин, бобы тонко, ваниль и амбра. Ну вот я считаю, что здесь амбра во всех ее проявлениях, она потрясающая, это невероятный аромат, мне он очень нравится, я постоянно к нему тянусь, вообще говорю, что вот мои ароматы очень люблю вот где-то от такого примерно чайного цвета и глубже, потому что парфюмер всегда старается не только во флаконе, но и в цвете композиции, чаще всего, в цвете композиции показать то, что мы почувствуем, ну хотя бы примерно. и в данном случае, как я уже сказала, амбра во всех ее проявлениях, она дорогая, аромат очень дорогой, очень изысканный, он на любителя, это факт, его нужно разнашивать, и он вечерний однозначно, я вот не вижу его как дневной аромат, но при этом попробуйте, почему нет. Говорится о том, что этот аромат переносит нас в прекрасный вечер, и в релизе говорится о том, что наденьте самое красивое свое платье, свой самый шикарный наряд, выходите в город, прогуляйтесь по улицам Парижа, откуда из каждой кофейни, аромат свежей выпечки, смешанный с кофе и так далее. Очень много ароматов, которые дают особое впечатление, как всегда, все ароматы сразу создают нам картинки, проходя вообще все органы чувств. Вот на этот аромат, что странно или не странно, самое большое количество положительных отзывов говорят о том, что он всем нравится, и он очень достойный, и звучание у него достойное, это факт. Как я уже сказала, дорогое звучание, он очень стойкий, вот он по стойкости буквально вечный, и вот вы утром нанесете его на себя, и вы к вечеру будете чувствовать его от кожи в том числе, то есть он не пропадает в течение дня, но он меняется, он раскрывается, и вот это интересно в нем. Как я уже сказала, это по мне вечерний аромат, но я считаю, что у каждого вообще свое восприятие ароматов, и поэтому, если вам нравятся такие ароматы на сей днем, пожалуйста, вообще, свобода действия, естественно, как всегда. Он шлейфовый, шлейф дальше, вытянуть руке однозначно, при этом шлейф ненавязчивый, но вот в жаркую погоду очень осторожно с ним нужно, потому что он достаточно плотный, густой и обволакивающий, и может немножко поддушивать окружающих, в том числе и вас, поэтому без затеста я бы не советовала его брать, но если он вам понравится, то я уверена, что он войдет в коллекцию ваших любимых вечерних ароматов. Итак, сегодня мы обсудили парфюмерный дом Францисса Киркджана, и, как я уже сказала, это один из знаковых парфюмеров современности, на него точно стоит обратить внимание, так как в портфеле марки на данный момент более 40 ароматов, точно есть из чего выбрать, есть ароматы вообще впечатляющие, есть более спокойные, стильные на каждый день. Напишите, пожалуйста, пробовали ли вы какие-то ароматы, знакомы, может быть, любите, нам будет очень интересно почитать. На сегодня это все, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, увидимся в следующих выпусках. субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok